здравствуйте дорогие мои садоводы огородники цветоводы плодоводы и так далее и так далее это те которые один раз в месяц приезжают вот если заниматься огородом очень серьезно и все время заниматься растениями времени за целый день просто нет и поесть ты не успеваешь поэтому я такая стройная обратите внимание да красотка но значит сегодняшняя тема помидоры а все кто нас смотрит на ютюбе и подписался на мой канал голова садовая тетя таня это вся россия и я надеюсь что вам тоже эти сюжеты очень понравится сегодня помидоры пасынки что это такое и что с ними делать вот смотрите это макушка сейчас я расстегну чтобы было явно видно что это такое посмотрите вот плодовая веточка никогда не выходит из пазухи листа она всегда на стволе видите нету листьев рядом только но она не из пазухи листа а вот этот красавчик посмотрите вот вот лист вот пазуха то есть его сочленение с основным стволом и вот лезет пасынок что он делает а он съедает у этого у этой плодовой веточки все питательные вещества что мы с ним делаем посмотрите отрезаем и оставляем вот такой пенек 2-3 сантиметра зачем а для того чтобы снова здесь пасынок не образовался то есть это место имеет такую типа пробочки из этого стволика и этот пасынок больше не вырастет чтобы 10 раз к одному растению и в одно и то же место не подходить вот тут нечаянно снесла цвет но ничего страшного теперь пристегнем его вот у меня такие пристежки очень удобные посмотрите это макушка она тоже уже с цветом вот из пазух листьев непременно появятся снова пасынки из пазух листьев девочки мальчики обратите внимание это все очень просто значит следующий томат вот здесь все хорошо на макушке цвет пасынков нет здесь тоже все хорошо вот вы проходя на мимо посадки вот таких вот ваших томатиков должны понимать цвет есть оставляем так цвет есть это не пасынок вот пасынки все обрезаю регулярно это тоже не пасынок это стволик другой и он тоже цветет видите у него хоть два три но два три помидорка будут обязательно проходим по помидоры внимательно смотрим где из пазух листьев образовались пасынки так значит здесь нет здесь вроде как нет вот есть маленький но мы его обрезаем также два сантиметра оставляем он нам не нужен значит здесь все в порядке вот еще вам наглядный пример видите здесь образуются уже помидорки от ствола отходит плодовая веточка а вот из пазухи листа маленький пасынок желательно конечно их вот дать им вот образоваться до такого размера как пальчик тогда все гораздо проще во первых его видите а во вторых он уже точно снова не вырастет посмотрите помидоры завязываются достаточно хорошо вот на этих томатах которые высокорослые на них и пасынки обрезаны то есть я делаю это достаточно часто и помидоры уже нижние кисти убраны и посмотрите листья нижние тоже все убраны для чего некоторым нравится что там вот такие вот заросли нет там должно все проветриваться помидоры не любят влажного воздуха от этого только цветы осыпаются вы это должны помнить высокая температура конечно не очень хорошо но это томаты тепличные поэтому и высокую температуру они легче переносит нежели те которые предназначены для грунта значит вот эти томаты обратите внимание на этот ряд вот какая разница солнце сходит там и сразу освещает вот ту сторону томаты гораздо выше вот этот ряд томатов солнце получает когда она уже в зените практически и они выглядят не очень они и ростом меньше и плодовые веточки у них два-три цветочка не так как у с той стороны но они же растут и их надо было как-то довести до ума ну что я сделала я взяла их накормила как следует всем чем можно и нельзя и что я сделала я их перекормила листья закручиваются теперь только чистая вода один раз в неделю в большом количестве все и ничего не почернело просто они закручиваются вечером они опять распускаются но сейчас они выглядят немножко странно ну странно это неплохо главное чтобы они не погибли не пожелтели и ничего с ними такого не происходило значит помидорки завязываются и здесь кстати сказать с этой стороны гораздо позднее это происходит нежели вот с той стороны много вопросов задают наши зрители вот посмотрите результат не помидорный год вот чего им надо они все отваливаются может быть вот и даже один не остался уберем даже эту плодовую веточку это говорит о том что температурный режим здесь несколько не подходит очень жарко просто невероятно здесь сухо здесь нет лишней влажности и я стараюсь все-таки двери целый день насквозь держать открытыми хорошо бы конечно вентилятор еще поставить но это уже роскошь и электричество очень дорогое значит все пасынки удаляем подкормку они получили дважды коктейлем ничего другого не в земле кроме доломитовой муки здесь нет в прошлом году здесь были огурцы в этом году здесь помидоры под каждый корешок внимание под каждый корешок при посадке одна таблеточка глиокладина вытяжка из подземного гриба который прекрасно борется с таким проблемным грибом фузариус когда на листьях появляются пятна это не фитофтора еще когда они желтеют это и есть фузариус это самое страшное заболевание на огороде поэтому менять местами с огурцами обязательно глиокладин обязательно поливка раз в неделю очень обильное ведро не менее обязательно проветривание обязательно ну и не надо придумывать ничего обмывание стенок теплицы с содовой водой дала хороший результат в этом году нету вообще никакой плесени никакого мха но помидоры поливать и опрыскивать нельзя содовым раствором услышали меня значит так у кого желтеют нижние листья помидор рекомендую один раз одноразово повторяю одноразово возьмите ведро воды не менее 10 литров и маленький бутылек йода вылить и туда пролейте водой помидоры а потом по паре литров два литра не более полейте под корень это как-то успокоит все грибковые заболевания которые в земле есть а не знаете почему и потому что вы мои дорогие никак не хотите услышать перегной в одну лунку и залу при посадке помидор и еще полить марганцовкой уничтожить все вообще хорошее это очень плохо я не знаю кто вас этому учит опять соседки ну послушайте меня ну послушайте посмотрите на мои помидоры ну где вы видите зеленое желтое коричневые пятна ну пожалуйста я делаю так как говорю я ничего не придумываю больше а вот опрыскивание внимание 9 литров воды один литр обезжиренного молока 3 4 капли йода каждые 10 дней помидоры огурцы пионы баклажаны перцы каждые 10 дней с момента когда рассада уже распикирована вот это вам поможет как нельзя лучше вот помидоры уже начали слегка желтеть они поменяли цвет видите вот срезать отвалилась вы сам видите какие условия туда жадность сибирская насадила столько сколько не надо было вообще один ряд положено я обрезаю томаты вместе с кисточкой для того чтобы не было входа вот здесь вот вот даже если вот так будете собирать это правильно то есть инфекция туда не зайдет и там всего один отрез на самом томате и эти помидоры будут здоровы вот не образовался плодик ну и бог с ним это сорт называется стрега очень плотные очень сладкие прекрасны в засолке и прекрасны в салате им еще долго до красного ну они уже как бы и бурый свет поменяли на слегка желтый снимать такие томаты уже можно чтобы облегчить основному томатному дереву всю работу которую он делает для нас целый сезон ну а на этом пока все хочу сказать что наш труд огородный может кто-то не понимает этого может кто-то думает что мы в бирюльке играем а мы вообще-то спасаем россию от экономического кризиса чтобы вы знали да мы вот такие сибиряки мы еду выращиваем вы никогда не найдете в подмосковье ни одной теплицы ни одной грядки они все на рынке покупают все гэ которое производит непонятно где непонятно кто а мы не такие а мы молодцы да и наши дети едят вот это вкусное нетравленное и мы на рынке и будем продавать не по 20 рублей а по 120 готовьтесь мы скоро их привезем да девочки для всех кто смотрит программы на ютюбе есть канал это мой канал он называется голова садовая тетя таня мои советы простые и понятные ну на этом я заканчиваю всего доброго и до свидания